Фиксируем. Сколько? 21.17. Привет. 21 минус 17 секунд. Это просто я сфиксировал время до своей контрольной, одной из контрольных точек, на которой я забегаю. Сейчас отдышусь и расскажу зачем. Привет. Любитель активного образа жизни. Не только по субботам, а в принципе. Решил поэкспериментировать и записывать какие-то коротенькие ролики для того, чтобы рассказывать вам о своих приключениях, которые происходят со мной на постоянных тренировках. И самое важное, делать какие-то определенные, может быть, выводы, напоминания самому себе в первую очередь. Потому что не всегда эмоции, которые переживаешь в момент тренировки, можно зафиксировать, запомнить и, самое главное, воспроизвести. Так вот, сегодня я сейчас записываюсь на мост Матквича, называется. Это австро-венгерский мост, который здесь был построен еще, получается, примерно 100 лет назад. До сих пор стоит. Прекрасное место. И от нашего города, от Хельска к Нове, сюда можно добраться пешком. Если пешие прогулки, то это где-то, ну, полчаса-сорок минут от центра города, я имею ввиду, идя от той же набережной. Я сюда добегаю и здесь делаю разминку всегда, когда бегу дальше в сторону Тайны Бэда. Так вот, штука в том, что мой лучший результат в истории своих тренировочных забегов был из 20 минут я выбегал. Сегодня я выбежал из 22-х, 21-17. И это, надо сказать, не дурной результат, по одной простой причине, что всю неделю после того, как я финишировал Далматс Ультра Трейл, с неплохим временем и с хорошим результатом, я всю неделю бухал и вообще абсолютно не бегал. Ни разу, ни разу не вышел на пробежку. И был уверен, что я растерял свою форму и, собственно, был к этому готов. И собирался, ну и сегодня моя первая пробежка, я понял, что надо форму восстанавливать. Так вот, как я только вышел на улицу, почувствовал, что вполне могу, бежать могу. И, в принципе, у меня мало того, что я из формы не сильно-то и выпал, я, мне кажется, немного ее приобрел. Другое дело, что, может быть, если бы я не бухал всю неделю, а восстанавливался бы нормально, то был бы существенный прогресс. Ну, надеюсь, что этот прогресс все-таки наступит и планы у меня будут следующие. Значит, октябрь, пусть будет такая затяжная восстановительная, восстановительный период после забега. А с ноября я начинаю уже восстанавливать свою форму окончательно, чтобы в декабре войти в полной мере в боевой, так скажем, режим и отрабатывать зимнюю программу. Зима достаточно будет жарко, потому что декабрь должен буду неплохо-неплохо так отработать. С большими объемами, с наборами, со всеми делами. Ну и, собственно, не будет жары, не будет никаких ограничений. Надеюсь, что будут дожди и, соответственно, будут источники воды. Ну, в общем, такая вот, такие вот планы. Спускаясь вниз, я подумал, что необходимо обратить внимание на то, что я сегодня бежал без какой-либо дополнительной снаряги. Не взял ни воду, ничего, только телефон и ветровку. На всякий случай, если вдруг ветер, всякое такое, это первое. Второе, я слушал музыку, что тоже неотъемлемо улучшает результаты всегда. Ну, потому что музыка, она, все-таки, вырабатывает дополнительный адреналин и всякое такое. Вот. И поэтому, если сравнивать, то надо будет сравнивать в этих же, условно говоря, условиях. Вот так вот. Одна из песен, которая играла мне на подъеме и помогала забегать, это была песня Бориса Борисовича Губичкова «Мама, я не могу больше пить». Это такое совпадение, что в конечном итоге я действительно считаю, что, короче, алкашка – это зло. Давайте, короче, бегать, а выпивать надо все-таки в меру, а не так, как я, как сапожник, всю неделю бухал. Все, бег, бег, теперь бег. Всем бег, пока-пока.